Здравствуйте! Медленно откройте глаза и выразите благодарность всем и всему что находится рядом с вами. Что у нас сегодня нет? Есть вопрос… про практики, какие практики мы можем делать в этих тяжелых временах, особенно если мы становимся про-эмоциональными, или про-эмоциональными, или про-эффективными ситуациями. Был вопрос, какие практики можно делать в это сложное время, особенно если мы подвергаемся эмоциональному или физическому влиянию, нам сложно справляться со своими мыслями и настроениями. Первая вещь, которую нам нужно понять, что не происходит ничего нового, и это происходит не в первый раз. Это происходит потому, что войны всегда были части человеческой жизни. Первая семья в мире, вы читали или в Библии, или в Коране, Адам и Еву, у них было трое детей. Два сына и одна дочь. Старший сын убил младшего брата, чтобы жениться на сестре. Первая и единственная семья в мире, внутри нее также была война. И сейчас также идут войны. Итак, война была часть человеческой цивилизации, и война будет часть человеческой цивилизации. Это вы должны принимать сегодня, завтра или даже. нам нужно принять и сегодня, и завтра тот факт, что война всегда была и будет частью развития и истории человеческой цивилизации. Вы не можете избежать войны. Мы не можем. Вы можете позвонить Путину и сказать, давайте прекратим войну. Или вы можете позвонить президенту Украины и попросить не вступать в войну. Нет, мы не можем. Они не будут нас слушать. И в войне нет ни правых, ни виноватых. История всегда переписывается в соответствии с теми, кто побеждает. Кто выиграл, и история идет в соответствии с тем, что он оставляет после себя. Итак, если вы вкладываете свои эмоции, то они обязательно будут эффекты. И если вы будете вкладывать в эту ситуацию свои эмоции, то вы будете подвергаться влиянию. И я совершенно понимаю, что если вы в Индии, и война происходит между Россией и Россией, то вы можете отстраниться от эмоций. Но если вы русский или украинский, и война происходит между ними, то я понимаю, что эмоции не будут так calm. И я понимаю, если вы находитесь в эпицентре событий, то вы не можете контролировать свои эмоции. Я вижу сейчас в социальных медиа, что русские борются с украинцами, и украинцы борются с украинцами. И я вижу сейчас в социальных медиа, как русские спорят с украинцами, а украинцы с русскими. Просто идите, до 1990-х. Посмотрите, что было до 1900-х годов. Не было названия Россия и Украина. Мы называли Советским Союзом. И мы были одной страной. Если вы посмотрите в историю, то за что они борются, это даже не существовало. А то, как мы существуем в современном мире, нет гарантии, что завтра будет так же. А в этом мире нет ничего постоянного. Вы родились вот такими большими? А? Мама родила вот такими, как и вы сейчас. Вы были вот такими маленькими. Медленно и плавно вы выросли до роста 2 метра. И это не конец. Когда вы начнете стареть, позвоночник будет сжиматься, и вы начнете расти вниз. Этот мир не что иное, как одно дыхание. Когда вы делаете вдох, что происходит? А когда вы выдыхаете, что происходит? А когда вы выдыхаете, происходит вот так. Экспансия и контракция. Это происходит расширение и затем сжатие. И в этот мир мы пришли в физическом теле. У нас есть ум, сердце и пупочный центр. Мысли происходят здесь. Мысли не могут происходить здесь. И даже если вы захотите, вы не сможете думать сердцем. И даже если вы захотите, вы не сможете думать сердцем. Ваши чувства и эмоции, они живут здесь. И они не могут попасть в голову. Даже если вы будете стараться, то это не получится. И то центр, откуда идет энергия в оба эти центра, находится в пупке. Если вы способны перерезать какую-либо связь между сердцем и умом, или умом и пупком, а если вы сможете прервать эту связь, тогда вы будете свободны от эмоций. Вы научитесь технике, как не подвергаться влиянию своих эмоций. Сегодня я научу вас. До меня также многие учителя давали эту технику. Но мы люди, мы постоянно забываем про это. Поэтому учителя постоянно дают эти техники. Когда вы подвергаетесь сильному воздействию эмоций, как только эмоции переполняют вас, либо когда вы погружены в бесполезные эмоции, потому что бывают полезные эмоции, которые делают вашу жизнь лучше. Но есть сильные и при этом бесполезные эмоции, которые ввергают вас в негативное состояние. И когда вы находитесь в таком состоянии, закройте глаза. Закройте глаза. Переведите концентрацию отсюда, к нос, к губам, к шею, спустите сердце. И постепенно доберитесь умом до пупка. Если вы не можете этого сделать, просто положите руку на пупок. Либо согните один палец, вставьте его в пупок и оставьте руку в таком положении. И давайте маленькое давление. Чтобы хотя бы вы могли чувствовать свой пупок. Это не должно быть сильное давление. Вы касаетесь очень легко, но чтобы когда вы закрываете глаза, вы могли четко понимать, где ваш пупок. Вы можете сидеть на стуле, на земле, на диване, где бы вы ни были. Я бы советовала начинать делать эту практику сидя, потом вы сможете делать ее стоя. И после этого, вы просто берете концентрацию здесь и дышите на стуле. Переводите внимание в пупок и начинайте дышать животом. Ваши эмоции становятся очень сильными, если вы дышите очень поверхностно. Когда вы злитесь, что происходит? Вы дышите только грудью и дыхание не спускается ниже. И как только вы способны опустить дыхание ниже, эмоции начинают приходить в баланс. Дышите животом. Дышите животом. Делайте вдох. Расширяйте свой живот, делайте его большим. И делайте медленный выдох. Женщины всегда должны делать выдох с открытым ртом. Если мужчина находится под влиянием сильных эмоций, он также может делать выдох через открытый рот. Потому что если губы замкнуты, то тогда напряжение не уйдет. Это как дверь. Если вы будете держать ее закрытой, Вы можете злиться с открытым ртом? Это сложно, правда? Иногда вы даже задумавшись можете непроизвольно открыть рот. И в таком положении даже сложно думать. Вам нужно время, чтобы думать. Если вы внезапно открываете рот, то тогда никакие мысли не приходят к вам в голову. Люди жалуются, что они не могут перестать думать. Вот я даю вам простое решение. Если ваш рот открыт, вы будете меньше думать. Ваш ум может расслабиться. А те люди, которые открыто смеются с открытым сердцем и всем телом. Они естественным образом могут балансировать свои мысли. Они естественным образом могут балансировать свои мысли. И у них есть естественный контроль над процессом мыслей. Как асурасы, например. Как демоны. Видели когда-нибудь больного или худенького демона? Они все очень сильные и очень здоровые. Они счастливые люди. Если демоны так счастливы, то лучше быть демоны. Почему мы становимся богом? Если они счастливы и радостные, то лучше становиться как они. Зачем стремиться стать Богом? Потому что основное это счастливая жизнь. Почему они счастливы? Потому что они дышат животом. Почему они счастливы? Потому что они не живут 24 часа в сутки в своей голове. И когда вы испытываете этот вопрос, делайте 7 глубоких дыханий с головой. И кто-то может сказать, что если дышать животом, то живот будет большой. Это все ерунда. Если у вас чуть есть живот, и в этом нет ничего страшного. Первый момент, что если живот большой из-за воздуха, он не может быть вот такой большой. Это может быть всего несколько сантиметров. Для женщин это тем более неважно, потому что у них есть грудь, и по контрасту с грудью, живот будет не видно. Для мужчин маленький живот тоже выглядит красиво. Если вы ходите в зал, у вас большие мышцы, но при этом вы несчастны, то зачем женщине такой мужчине? Поэтому нужно быть счастливым, и поэтому дыхание с животом оно очень важно. Если вы можете делать 3-7 раз дыхание с животом каждый день, через 3 месяца вы станете другим человеком, я могу это гарантировать. Вы будете более расслаблены, вы будете более расслаблены, вы будете более контролировать свои эмоции, и ваши уши они откроют. Вы знаете, что основная проблема у нас это то, что уши не здоровы. Мой дедушка говорил, что тот человек, у которого слабые уши, он никогда не может быть счастлив. Потому что он всегда будет волноваться, и он всегда будет волноваться и нервничать. И я так же видел, что те люди, которые плохо слышат, у них всегда сложная жизнь. Потому что они не могут понять. Для понимания, вам нужно уметь слушать. А кто не может слушать? Тот, кто находится под влиянием эмоций, тот, кто не дышит животом. Вы разговаривали когда-либо с людьми, они как бы с вами, но они вас не слушают и не слышат. Почему? Потому что их дыхание не спускается вниз. Смотрите, здесь нос. Здесь сердце. Может биологически вам скажут, что сердце не способно думать. Но я говорю не о физическом сердце. Есть сердце, принадлежащее астральному телу. Это сердце, которое чувствует все системы, которые аккумулируют себе все ощущения. Оно находится здесь. А здесь живот. И что вы делаете когда вы дышите? И что вы делаете когда вы дышите? Вы опускаете все свои эмоции в живот. И, например, если материал тянется. И я нарисую здесь точку и растяну материал. То она разрастется, расползется в сторону. Когда вы делаете глубокие дыхания, ваши мысли уходят далеко. И вы начинаете наблюдать перерывы между ними. Например, вы идете куда-то. Нет, это слово. Это слово. Вы идете. Так что ваша фраза идет на тебе и идете. Например, есть предложение. Я иду. И вы фокусируетесь на слове я и на слове иду. Я говорю эту фразу. Я иду. И вы слышите ее. А теперь я говорю. Предложение тоже самое. Но я увеличу расстояние между этими двумя словами. Увидьте то молчание, которое предшествует слову я. Увидьте эту пустоту. Затем пронаблюдайте пустоту, которая возникает после слова я. И затем пустоту, которая возникает после слова иду. И то предложение, которое казалось вам единым, оно становится вот таким большим. Теперь посмотрите на молчание, которое предшествует слову почему. Теперь посмотрите на молчание, которое предшествует слову почему. Потом, которое идет после этого слова. Я. 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 И так же происходит с дыханием. Ваше дыхание растягивает или увеличивает ваши мысли. Когда вы делаете 7-8 медленных дыханий, они увеличивают расстояние между вашими мыслями и эмоциями. Когда вы увидите расстояние между мыслями и эмоциями, тогда ваша жизнь изменится. Проблема в том, что у нас нет опыта и умения видеть мысли отдельно и эмоции отдельно. Мы всегда готовы спорить. Иногда достаточно просто поговорить. Ссориться могут позволить себе люди только, которые находятся под сильным влиянием эмоций. В противном случае 90% проблем можно избежать. И в эти тяжелые времена... И это только начало. Не хочу вас расстраивать. Я не хочу, чтобы вы грустили, но все только начинается. А когда люди впадают в замешательство... Когда люди устают... Когда люди злятся... Когда люди злятся... Вы думаете, что они способны создать что-то красивое? Каждый человек, которого вы встречаете сегодня, он уставший. Они находятся в замешательстве и непонимании... Они находятся в своего рода депрессии. У них странные и неожиданные желания. И возможно, ваш учитель кажется глупым в соответствии с общепринятым желанием. Но если он радостный... Он может дать вам что-то ценное, что никто другой вам не даст. Это самое интересное. Счастье это самое редкое ощущение, которое мы рассматриваем. Все, что мы делаем. Почему вы пришли из России до сюда? Радость это то, что все мы ищем. Почему вы приезжаете из России сюда? Чтобы почувствовать себя радостным, счастливым. Чтобы избавиться от стресса. Всего дня, что мы делаем в нашей жизни, чтобы сделать жизнь более счастливой. Мы стараемся сделать нашу жизнь более радостной. И эта дыхательная техника, то, что может помочь вам поддерживать себя в хорошем состоянии. Хорошо, я. Дом. Это не вопрос. Окей. Вы говорили, что если у тебя один день у вас эмоционы, один день у вас эмоционы, но ты не можешь реагировать, если ты не реагируешь, ты становишься роботом. Кто сказал, что вы не реагируете? Нет, если у вас не могут контролировать эмоционы, один день у вас, один день у вас, какого делать с этим эмоционами? Смотри, я тоже реагирую на вещи, Амаф. Как делать обычным людям, чтобы не реагировать сильно, если возникает сильная эмоция, как контролировать свои реакции? Смотрите, все что я говорю направлено не на то, чтобы сделать вас мертвым Вы верите в то, что если бы Будда съел перец в чиле, ему бы не было острого? Или вы пересолили бы ему еду, и он бы так же просто ел? Конечно, физические реакции будут возникать. И эмоциональные реакции будут возникать. Но вам нужно научиться не держаться за них и не застревать в них. Люди, про которых я говорю, что они являются рабами своих эмоций, эти эмоции являются как линия, начерченная на камне. А тот человек, который понимает разницу между эмоциями и мыслями, для них эмоции выглядят как линия, начерченная на воде. А тот сектор, в котором вы работаете, вы совершенствуетесь. Это то, что происходит в мире. Люди пытаются получить то, что они не могут достичь физически, чтобы они могли это увидеть. Но никто не готовится, и никто не готовится работать на себя. Ментально, эмоционально, внутренне. Но у людей не хватает сил и смелости работать над собой внутренне, над своим ментальным и эмоциональным состоянием. И именно поэтому йога стала так популярной на Западе. Потому что это физическая работа. Она показывает им то, что, что они не делают физически, они могут сделать потом. И реальная тантра, реальная тантра, не идёт к вверху. Тантра, которая идёт к вверху, также физическая. А реальная тантра, она так и не вышла на Запад. На Запад вышла только та часть тантры, которая связана с физикой. Потому что нет смелых людей, тех, которые говорят, что они говорят. Готовы работать над собой внутренне. Очень просто чувствовать себя плохо и выплёскивать эту негативную энергию вовне. Но очень сложно чувствовать себя плохо. Посидеть с собой. И найти вот эту точку, вот это пятно. Почему вы чувствуете себя плохо? Почему вам плохо? Почему вам плохо? И внутри вас есть что-то, что было спровоцирано вот этими эмоциями извне. То, что затронуло это. И поэтому вам стало плохо. Как только вы погрузитесь внутрь. И поймёте, почему вам плохо. В чём реальная, настоящая причина. То тогда вот это плохое состояние исчезнет. И грусть исчезнет. Проблема в том, что мы не готовы сидеть с собой на едином месте. И если у нас сильные эмоции, мы хотим их выплеснуть на кого-то. Я вам дам ещё одну практику для этого. Когда вы злитесь, когда вы полны агрессии. Увеличивайте эту агрессию. Увеличивайте её на какое-то время. Побейте кого-нибудь. Или собаку. Возьмите подушку, побейте подушку. Поднимите эти эмоции. И когда эмоции очень высоки, вы чувствуете себя так, как будто вы можете кого-то убить. Делайте вот такие выдохи. Пять минут. После этого вы просто садитесь или ложитесь. И задаете себе один вопрос. Почему я злюсь? Просто спросите себя. Вы найдёте ответ. И вы найдёте ответ. Как только вы найдёте ответ, агрессия исчезнет. Но для этого вам нужно работать с собой. Люди готовы работать с физическим телом. Но с умом работать никто не хочет. Когда я говорю садсан. Никто не хочет приходить. Потому что это скучно. Потому что это скучно. Кто-то говорит. Мы должны слушать. Лучше я пойду йогой позанимаюсь. Послушайте меня сегодня внимательно. Послушайте меня сегодня внимательно. Если вы практикуете йогу 50 лет своей жизни. Садсанг 1 час в день. А садсанг 1 час в день. То работает это одинаково. 50 лет практики или 1 день садсанга. Это одно и то же. Потому что вы можете быть очень эгоистик. И жить в вашей illusionной мире. И практике вашей жизни всю жизнь. И ничего не изменится. За 50 лет вы можете остаться тем же человеком. Практикуя свою йогу. У меня есть люди, которые практикуют йогу 10-20 лет. Они приходят ко мне. Потому что до тех пор пока ваш ум не сосредоточен на йоге. Я делаю йогу для ума. До тех пор пока ваш ум отсутствует в практике. Физическая практика вам не даст много. Потому что все проблемы в уме. Мы чувствуем все проблемы из-за понимания. Почему у людей возникают проблемы? Есть только одна причина для всех проблем. Для всех проблем. Потому что когда что-то идет не так, как вам хочется. А? Это в этом причина всех проблем. Что так? Происходит не так, как бы вам хотелось. И это проблема. Вы можете решить эту проблему делая асаной. Или пранаямой. Или другой практикой. Кто понимает это? Ваш ум. И с ним нужно работать. И с ним нужно работать. Нужно работать с умом. И когда вы приходите на сатсанг. Происходит разговор. И когда вы приходите на сатсанг. Происходит разговор. Кто-то, кто пережил это состояние. Говорит на основе своего опыта. Но мы не должны следовать. Я всегда говорю, не следуйте мне. Но когда мы слушаем, наш ум начинает двигаться и анализировать. Я говорю вам, я не хочу, чтобы вы следовали за мной. Я просто хочу, чтобы вы слушали. И после этого мои слова настолько сильны, что они заставят вас думать. Когда вы начинаете думать, моя работа заканчивается. Я не хочу быть вашим Богом. Это не мое желание. Я ваш духовный друг. Поэтому у меня такое имя. И учитель дал мне очень красивое имя. Митра означает друг. Я не здесь, чтобы стать Богом в вашей жизни. Я здесь. Не для того, чтобы стать Богом в вашей жизни. А для того, чтобы вы начали думать. Работайте над собой. Если у вас проблемы, приходите, я помогу вам. В тот момент, когда вы перестаете работать над собой, я прерываю связь между нами. Я не хочу терять на это свою энергию. Тогда вы можете ходить на платные курсы. У нас тоже много разных курсов. Вы можете приехать над собой. Но зачем я буду тратить свою энергию бесплатно, если вы не хотите работать над собой? Каждый раз я говорю, что если вы действительно хотите, я всегда доступен, физически, ментально, морально. Но вы должны работать со своим умом. Если вы не будете этого делать, то ничего не имеет смысла. Я отдал свою жизнь своим учителям. Я даже не плачу воду. Иногда я не плачу воду. Но иногда я плачу. Когда вы все приходите, я приготовлю мясо. Иногда, когда вы приезжаете, я сам готовлю его в утром. Когда мы были учителям, мы всегда приходили, чтобы убить все, чтобы убить его, чтобы убить его, чтобы убить его. Когда я жил со своим учителем, мы готовили для него, стирали, сделали ему массаж. И все время он ждал, что если он будет давать, то это будет как благословение. И всегда ждали, чтобы он что-то попросил или приказал. И это было как Божесловение. А сейчас ученики приходят и спрашивают, что делать надо? Что нужно делать? Они не видели, что работа. Мы всегда видели, что Мастер никогда не говорил, что нужно делать. И если учитель говорит, что делать, это значит, что вы не студент. Если вы можете увидеть, что учитель хочет, чтобы вы сделали, то тогда вы можете считаться учеником, и тогда знание пойдет к вам, даже если он не будет ничего говорить. Потому что тогда вы начинаете находиться на одной частоте. Вы должны пытаться понять, что учитель думает. Вы начинаете видеть то, что нужно сделать. Он никогда не просил делать ему массаж или стирать одежду, или что-то мыть, или убирать. Но эту гармонию вы начинаете видеть через какое-то время. И это происходит, когда вы способны преклониться перед учителем. И настоящий учитель заботится о студентах, как о детях. Возможно, внешне будет казаться, что он очень строгий. Всю свою жизнь я думал, что мой папа меня не любит. Но когда я вырос, я понял, насколько он меня любит. Когда мы были маленькие, он всегда занимался на поле, и работал, и так, и так, и так. Всегда в физическом работе. Мы всегда были заняты физической работой в поле или еще где-то. И мои друзья играли в футбол, где-то гуляли. И я всегда думал, что мой папа очень жестокий. Но сегодня... Я сегодня могу делать любую физическую работу, и у меня очень сильное тело. Потому что мой отец натренировал меня. Чтобы моё физическое тело стало сильным. А человеческая жизнь не имеет смысла, если тело слабое. И мужчина должен чувствовать силу в своих руках. Мы всегда говорим, что женщина должна чувствовать, что она красивая. А мужчина должен чувствовать, что он сильный. И тогда они будут счастливы. Если женщина не чувствует, что она красивая, она не будет счастливой, чтобы она не делала. И если мужчина не чувствует, что он сильный, он никогда не сможет быть счастливым. Эмоции, есть эмоции, вы должны учиться их распознавать и работать с ними. Окей, понимаешь, что дальше? Мы закончили сегодня? Угри. Окей, спасибо большое за быть с нами. Спасибо, что вы были сегодня с нами. И я желаю, что... Я чувствую, что это украинский и русский...